Дождик пошёл, текло в теплотрассу, и всё, вода поднялась. Жители Сазанлея в этом году частенько спускаются в свои подвалы и погреба в полном обмундировании. Иначе не получается. Вода стоит даже там, где её раньше не было. Вода появилась сначала, снег сошёл. Вода появилась, ну бывает у нас, вода там сантиметров на 10, на 15 поднимается. После дождей, вот дожди несколько дней подряд, вода прям сразу прибыла, вот только успела я картошку вытащить. Вода вот стекает в теплотрассу, сделали ливнёвки, и вот с этого момента встала вода. И она теперь, дождик прошёл, она прибывает. Вот ливнёвку сделали в теплотрассу. А почему они сделали? С труб, если сливаться некуда здесь. То есть, только в лоток теплотрассы, и всё. Жители улицы Комарова, которые раньше не сталкивались с такой проблемой, теперь в раздумьях. Только в этом году они будут страдать от воды в погребах. Или теперь им необходимо готовиться к постоянным наводнениям. Ведь, по их мнению, причина повышения уровня воды в почве в том, что неправильно сделана ливнёвка на улице Комарова. Да, подпола раньше не затоплялась. Сейчас стало подпола затопляться. Погреба и раньше были затоплены. Ну, не так сильно, конечно. Вот. А сейчас вообще даже подполи, это глубина метр где-то, и уже там вот так вот. Слива пока не было сделано, и проблем не было. Ну, и кроме того, как сделали слив, когда проходят большегрузные машины, гружённые, по утрам автобусы большие, крупные проходят, весь дом трясётся, аж на столе стаканы подпрыгивают. Но не только частный сектор страдает от повышения уровня воды в почве. Жалобы поступают из домов по улице Каховская. К примеру, в 47-м доме подвал затоплен полностью до ступенек. И такая картина наблюдается с весны. Вода стоит и никуда уходить, судя по всему, не собирается. Основная проблема заключается в том, что у нас уже второй год подряд, начиная с таяния снега, поступает вода в подвал. Поступает она в подвал, и в районе 20-25 сантиметров стоит уровень воды. Этот уровень воды никуда не девается. Мы просили управляющую компанию, нам делали постоянную откачку. Но бытует мнение, что чем больше мы откачиваем, тем больше вода побывает. Хуже, конечно. Специалист это подтверждает. То есть, поэтому мы поднимаем на эту тему вопрос уже перед администрацией, что нужно решать эту проблему, и проблему решается уже серьёзно. По мнению членов комиссии, во всём виноваты осадки. Якобы давно столько дождей не было, от этого уровень воды поднялся на полтора метра выше нормы. И потому дренажные системы, стоящие в Сазанлее, не справляются со своей задачей. Вывод, который сделали специалисты, такой. Вопрос надо решать в комплексе, иначе затопят и другие многоэтажки на улице Каховская. Ну, давай стало так. Вот когда сейчас сказали, что сваи здесь 12-метровые, даже не 6, там не 8, а 12. Поэтому ничего не произойдёт. Но, естественно, как бы со стихией бороться трудно. По крайней мере, технические решения тоже для этого есть. Процесс не быстрый, сразу говорим. Потому что мы только по передаче скважины, которые были пронетризированы, занимались там 2 или 3 года, на самом деле. Процессура такая сложная. Поэтому давайте продолжим тогда эту работу. Будет сейчас падение водохранилища, упадёт и у вас здесь вода. Нам даст возможность поработать в перспективе при наличии проектно-сметной документации. При этом согласование проекта и проведение экспертизы должны быть проведены в обязательном порядке. Иначе на создание дренажной системы нельзя будет направить бюджетные средства. Это вот так, муниципалитет. Я не буду говорить. Может быть, Антон Фёдорович, поправите меня. Но я так понимаю, что последние 7 лет, 10-11 год, комплексное решение было. Было. И частично, скажем так, я не знаю, какой процент готовности, но исполнение, сколько всего скважин было выполнено. Сейчас скажу, 103, 39, 142. Вот основная политика дорогостоящая. Пробить одну скважину и её обустроить. Фёдорович, сколько примерно стоит? Ну, час я стою на время. Поэтому основная политика, понимаете, какая. Но наша задача, как я вижу, заключается в том, что всё-таки эти локальные проблемные места заняться ими в первую очередь. То есть как бы разбить работу на несколько очередей. Может быть, это будет программа на несколько лет. Но тем не менее, которая в перспективе позволит заниматься водопонижением более качественно. Да, я имею в виду, что понятно, что сейчас жители обратились конкретно по проблеме. Но у нас ранее в мае ещё обращались жители частного сектора вот за той. То есть, я так понимаю, если в итоге выполнить программу, она решится. Ну а пока чиновники ищут варианты решения проблемы, жители Сазанлея надеются на улучшение погоды и падение уровня воды.